не все это конец я так рисковать друзья не хочу и и вам не советую но это бред это абсолютный бред здравствуйте пожалуй это видео начнем с обещанного кто является подписчиком моего instagram знает что в этом выпуске мы разыграем одну полезную и интересную вещи в этой коробочке у меня лежит мультитул от компании лазерман думаю кто как-то связан с походами с инструментом знают насколько эти штуки надежны гарантия на 25 лет также присутствуют в этой коробочке разыгрывать я буду в таком кожаном чехле давайте посмотрим мультитул и лазерман это такие неубиваемые полезные штуки тут у меня присутствуют в классическое в такое исполнение и кусачки пассатижи ножек второй ножичек с такой серрейторной заточкой напильник открывашка ножницы отвертки и так далее общем штука это незаменимая пригодится в каких-то строительных работах может быть в лесу выживание где-то в походах вам пригодится и в общем если кому-то не повезет с розыгрышем то внизу под этим видео в описании вас будет ждать 15 процентная скидка по моему промо-коду поэтому можете зайти и тоже подобрать какую-то себе полезную штукенцию мультитул реально вещь незаменимая к сожалению у меня нету но возможно когда-нибудь однажды тоже появится вот значит условия розыгрыша очень просты нужно быть подписчиком моего основного канала на котором вы смотрите это видео называется игорь лесник быть подписчиком на мой второй канал лесник лайф оставить под этим видео какой-то комментарий связанный с этим видео поставить лайк под этим видео и в конце следующего видео ожидать результатов розыгрыша желаю всем удачи кстати если вы подпишетесь на мой инстаграм не знаю может быть как-то положительно это повлияет на результат розыгрыша но это не точно все желаю всем удачи дамы и господа а мы пожалуй начнем если честно друзья обещанную на сегодняшнюю ночь погоду обещают минус 6 в таком смешанном лесу когда уже земелька подмерзла я если честно без снаряжения что делать не знаю ну я конечно постараюсь учета сегодня смастерить как-то переночевать но блин положительного какого-то удачного результата я вам обещать не могу почему смешанный лес да потому что у нас грибники в основном теряются в таких лесах если бы я находился сейчас в какой-нибудь кедровой еловой тайге в какой-то чернолесе я там особо не заморачивался вот как там переночевать я думаю с легкостью бы разобрался но здесь до какой-то строительный материал присутствует но не знаю повторяться не буду можно конечно сообразить шалаш под дерном переночевать но проблематично будет его раскапывать в общем давайте прогуляемся по лесу и посмотрим что можно найти и как выкарабкаться ну все тогда решено решено походил по округе каких-то интересных мест ну кроме этого пока мне не попалось я решил прибегнуть к старым методам нашел поваленное дерево которое послужит и уже наполовину изготовленным укрытием и каким-то строительным материалом одновременно вот будем чего-нибудь сооружать а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что получается вот такая незамысловатая конструкция Уже день подходит к концу Я думаю через полчаса начнет уже темнеть А я не успеваю ничего сделать Я по сути только начал Самое сложное это придумать что-то с навесом Я пока не знаю что делать Но сейчас похожу поищу Возможно придется использовать лапник С живых елок Но я буду использовать только нижние ветки Я их отломаю И дерево от этого плохо не станет Другого пока Выбора я не нашел По поводу лежанки Значит для лежанки Именно Используем только стоящие сухие Мертвые деревья Потому что они будут 100% Сухие и на них по крайней мере Будет потеплее Спать С земли Какие-то палки Ни в коем случае не используем Потому что они будут сырые И замерзнем Вот Возвышаем эту лежанку Приблизительно от 20 сантиметров То есть на земле Какой-то настил делать Никакого смысла нету Лапник, еще что-то настилать Потому что в такую погоду На этой земле можно оставить Как свои почки Так и свою жизнь Поэтому лежанку обязательно возвышаем Так, ладно Я попробую сейчас Что-нибудь придумать с навесом И Потом включусь Совсем недалеко от моего лагеря Обнаружил вот такой замечательный гриб Кто не знает Этот гриб называется Чага Растет на березе И он очень-очень полезный Если его правильно Сделать на 100 из него На моем канале Есть Замечательное видео Которое называется Гриб бессмертия Кто не видел Можете посмотреть Может быть вам будет полезно Вверху экрана Должна выскочить Подсказка Но если этого не произошло То внизу под этим видео В описании Обязательно на этот видосик Будет присутствовать ссылочка Так У меня уже без фонаря Тут дорогие друзья Не видно нифига Так Значит Что я сделал С нижней части деревьев Наломал сколько смог Лапника Но я стараюсь Живые деревья Никогда не трогать Мне их жалко Но плохого Ничего сегодня не сделал Деревья продолжат расти Так С наружной стороны Со всех частей Этого шалаша Я уложил лапником И немного внутри Я также устелил лапником Причем и На стенках Вот видно И на лежанку Потому что Снизу этих Бревнышек Отсюда Достаточно хорошо Поддувает Пришлось устелить И Лежанку Так В общем С входом Я еще не решил Что сделать Я просто не успел Ничего тут найти Времени вообще В обрез Но лапника Больше Заготовить Я не смогу Возможно Начну использовать Вот эти Ветки От этой же Упавшей березы Я начну Ну вот эту Например Более ровную Да Вот эту вот Ветку Сломаю И начну Втыкать Типа Дверцу Но у меня Такое ощущение Что это Ничего особо Не даст Все равно Придется Вставать Делать Упражнения Какие-то Так И еще Сейчас Камеру На себя Переведу Чтобы было видно В таком Укрытии И в такую Погоду Ночевать Очень опасно Эти действия Я Повторять Не просто Не рекомендую Я запрещаю Вам этого делать Со спичками Можете идти В любую погоду Будет В любую погоду Можно переночевать В общем Значит Если у вас Есть часы Будильник В часах Смартфон Не до конца Разрядился То конечно Нужно ставить Будильник И спать В такую погоду По 15-20 минут Ну это если вы Без палатки Без спальника И так далее Вот в таких Суровых условиях Ну в какой-то Экстренной ситуации Вот Потому что Если спать Дольше Вот в этом месте То в этом же месте Можно оставить Какие-нибудь Свои органы Оставлю Я Свои органы Тут Или нет Об этом Мы узнаем Ближе к утру Вот Посмотрим Как тут Будут у меня Обстоять дела Но куда-то далеко Пока уходить Я что-то Уже Не решаюсь В плане того Чтобы заготовить Дополнительно Для Двери И Так скажем Чтобы было Поуютнее Маленько Вот Ладно Посмотрим Как будут Обстоять дела Дальше Фу Я уже Маленько Посидел Там в салаше Минут Наверное 15 После того Как разогрелся Хорошенько Вот Сейчас походил Ну я посидел Замерз Сейчас опять Вставал Походил В общем нормально Думаю Так можно Ночку скоротать Но очень холодно Так Сейчас я на себя Камеру сделаю Каким-нибудь Образом Каким-нибудь О Вот так Наверное Надеюсь Будет видно Так Ну маленько Видно И ладно Так Значит В такую погоду Я засыпать Сегодня Вообще Не собираюсь Я даже Пытаться не буду Но если Будет Рубить Я поставлю Будильник Не на 15 Наверное Минут А Через 10 минут Чтобы проснуться Нафиг Это надо Это очень опасная Штука Друзья Можно было Опę Есть В общем Как-то Ночку Скоротать Вот у меня Стемнело Только что Я думаю Часов в 7 Да Примерно Сейчас У нас Темнеет Ну, уже кромешная темнота, я имею ввиду. И светать будет также часов, наверно, к семи ближе. То есть, это мне что, 12 часов тут надо провести? Да нафиг это надо! Ради чего? Ну, будем пробовать. Будем пробовать. Раз начал, нужно продолжать. Как говорится, боишься не делай, а делаешь не бойся. Там что-то где-то луна, кстати, сходила. Не знаю, не вижу я что-то отсюда. Ну, потом повыше взойдет, встану, сниму. Так, хрустов никаких. Ну, понятно, что все заняты там звери. Медведь там на северном склоне берлогу роет себе. А, кстати, знаете, почему медведь на северном склоне берлоги себе делает? Не знаете? Да, медведь берлогу копает себе именно на северном склоне в каком-нибудь распадке. Потому что по весне, чтоб берлогу не залило. Вот. А снег на северном склоне, он может, ну, вплоть до июня даже стоять. Вот. Ну, он в июне-то, конечно, уже давным-давно встанет. Но факт в том, что на северном склоне вот он старается делать берлоги. Вот такие наблюдения. Ну, это не мои наблюдения, это как бы факты биологические, зоологические. Во. Традиционно для своего канала хоть луну запечатлеть. Вон она, красотка. Ааа, блин. Это всё, это конец. Да нафиг это надо? Это какой-то бред. Это не, это всё, это конец. Друзья, я тут занимаюсь тем, что хожу, наверное, встал раз 153 примерно. Я чем занимаюсь, хожу тупо вокруг, блин, шалаша. Это... Ааа, блин. Это настолько тупость какая-то. Короче, в такую погоду, я сейчас не знаю сколько градусов и сколько времени. У меня на фотоаппарате показывают, но там наверняка неправильно. Я посмотрю дома погоду и вставлю сейчас на экране, какая была температура. Ну, по прогнозу было минус 6. И в такую температуру, в общем, как на экране, именно спать без снаряги, без костра, просто нереально. Да, это говорит человек, который в сугробе ночевал в минус 30. В сугробе, по крайней мере, было тепло. Можно надышать, напукать и так далее, в общем. Место можно нагреть и там теплоизоляция довольно высокая. Здесь же, здесь так не работает. В общем, да, отдохнуть можно, отдохнуть можно, но не более того. С костром, с костром, вот на этом месте, если бы он был, здесь просто волшебно было. Это просто была бы сказка невероятная. Кстати, о, я не знаю, обещать не могу, потому что со снарягами, сюда идти, ну, довольно далеко. Поэтому я точно не скажу, но, возможно, в следующем видео будет, кстати, вот вторая часть, наверное, это будет как не надо ночевать, а будет как следует переночевать в лесу в такую погоду, со спичками, там, со снарягой приготовим пожрать что-нибудь, надеюсь, если я домой доберусь. И, ну, попробуем, по крайней мере. Так ночевать, да, нахрен это мне надо. Не, все, это конец. Я так рисковать, друзья, не хочу и и вам не советую. Ну, это бред. Это абсолютный бред. А чего вы предлагаете еще? Это какой-то бред. Ладно бы, если я один был. А тут эта съемка еще. Я маленько не справляюсь. Сейчас, извините. Я просто устал делать уже упражнения. Мне просто остается сейчас ходить вокруг этого шалаша. Все, руки не отжимаются больше. Не, все, конец. Я еще не жрал нифига. Почти целый день. С утра только. А блин, сейчас потыкаешь сюда. Так, друзья. Короче, я ушел. Я ушел домой. Я вас подвел. Простите меня, пожалуйста, мне очень стыдно. Я просто не смог. Я просто не смог. Это нереально. Если кто-то смог бы, я вас жду всегда у себя на выживании. Приезжайте в гости и вы покажете мне и зрителям, как это смочь в таких условиях без снаряги. Это нереально. Простите меня, друзья. Надеюсь, больше такого не повторится. Обидно. Не до слез, конечно. Хотя наворачивается скупая мужская слеза. Но еще хрен знает куда выходить. Еще темно абсолютно. Вон звезды еще. На камеру, наверное, не будет видно. Фонарик убрал. И хрен знает еще куда выходить. А, ну вон надломанная ветка. Это я ее ломал. Значит, пока правильно. Ну это все. Это конец. Нахрен мне такие эксперименты. Не, это все. Это все. Я выгляжу вот так. Капюшон спал только что. Фонарик когда снимал. Так я иду в капюшоне. Жутко холодно. Не, это нереально. Поэтому ходите со спичками, друзья. Я тут пока выхожу. И у меня, друзья, тут такая дилемма нарисовалась. Ну-ка, помогите ко мне разобраться. Сейчас я фонарик отрублю. Глядите-ка. Светают уже. Утро, елки-палки. До утра-то я все-таки дотянул. Это что означает? Я все-таки выжил или не выжил? Вот в чем вопрос. Ой, блин. Ой, я не могу. Так. Ну, в общем, несколько дней я категорически против, конечно, таких ночевок. Можно многое оставить в этом лесу. Больше повторять такой эксперимент я, скорее всего, не буду. По крайней мере, без снаряги. Будет снаряга, я вам в любую погоду, в любом лесу, в любое время года, я вам переночую. Вообще, не вопрос. Ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, в следующее мое видео я покажу, именно как надо переночевать в лесу, а не наоборот. Как не надо этого делать. Ладно, все. Всем до связи.